Национальные проекты и послания президента страны задают основные направления. 2019 год стал успешным для Самарской области по многим направлениям. Но это не повод почивать на лаврах. Задачи на 2020 год еще более масштабные. Есть результаты. Уже в 2020 году регион получит гарантированно 35,5 миллиардов рублей. Вот такой еще прирост. И я уверен, что мы еще дополнительные средства в текущем году получим. Мы научились работать именно так, чтобы нам доверяли. Нам нужно подтвердить это доверие с новым составом правительства Российской Федерации. И это задача каждого министра. В центре внимания человек, его благополучие, демографическая политика государства – ничто иное, как поддержка семьи. В регионе сегодня действует 29 мер социальной помощи, на которые в прошлом году из бюджета было выделено более 7 миллиардов рублей. В 2020-м будет на 2,5 миллиарда больше. Строятся новые школы и детские сады. Речь идет об увеличении рождаемости, а значит, уже совсем скоро нужны будут дополнительные места. Задач много. Необходимо привести в порядок школьные пищеблоки. Горячим питанием должны быть обеспечены все ученики младших классов. Кроме того, в школы должны поступать только качественные продукты от местных производителей. А чтобы жителям было проще ориентироваться в мире цен и скидок, глава региона предложил создать единую самарскую социальную карту. Коллеги, давайте объединим усилия и интересы региона, всех жителей региона, я уверен. Выпустим совместную единую самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее где, когда, в каких сетях, какие скидки есть и преимущества, которые можно получить. А нам для органов власти появляется возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне. Чтобы через мобильное приложение по этой карточке человек мог бесплатно попасть и на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие. Предстоящий год будет богатым на события культурного направления. Это год юбилея Великой Победы. Забота о всех уровнях власти должна дойти до каждого ветерана. Планируется открытие новых больниц и объектов социальной инфраструктуры. Продолжится реализация нацпроекта формирования комфортной городской среды, ремонта и строительства дорог и сохранения исторического наследия Самары. Труд людей должен быть гарантирован и эффективен. В 2019 году на реализации нацпроекта производительность труда и поддержка занятости в Самарской области вовлечены уже 72 предприятия. В 2020 году продолжится реализация проекта. Здесь уже должно быть обеспечено участие 84 средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Кроме того, в 2020 году для симулирования увеличения инвестиций на приобретение и техническое перевооружение основных производственных фондов предприятиям-участникам будет предусмотрено получение инвестиционного налогового вычета. Законопроект в Губернскую думу по этой теме я внесу уже сегодня. По темпам строительства жилья на душу населения Самарской области на треть опережает Москву. В полтора раза превыполнен план расселения ветхого и аварийного жилья. Решается и проблема долгостроев. Самарская область вошла в число регионов, где создан региональный фонд защиты обманутых дольщиков, благодаря чему получены более 600 миллионов рублей. Олег Зверев, Александр Шугаев, События.